папа 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 всем привет друзьями зовут дмитрий канал куплен of play а это resident evil 6 последняя либо предпоследняя серия я посмотрел по длительности плюс-минус мне там потому видосу по которому я примерно сравниваю сколько осталось на том видосе осталось 50 минут но я прохожу медленнее чем на том видосе поэтому собственно если это видео выйдет где-то на час 10 плюс то я разделю его на две серии если выйдет меньше то значит будет одна заключительная серия я все мысли по этому делу скажу в конце а сейчас поехали мы должны попасть на подводный комплекс там называлась миссия 1 июля китайские территориальные воды мы должны спасти эшли да и джейка вроде как давай там потом еще в конце расскажу по поводу следующих двух глав но это все будет в конце ладно есть в этом какая-то ирония человек всю жизнь стремился уничтожить мир а теперь спасти мир может только его сын а я должен спасти его да ты человек убивший его отца ирония как я и сказал не знаю может это судьба джейк это сын вескера и он единственная насколько я понял противоядие ко всему пиздецу дорогой три года прошло с тех пор как я убил вескера я не могу вечно сражаться в этой войне когда мы спасем джейка я уйду на покой чего погоди ты кому-нибудь давно пора меня сменить я сочту за честь если этим человеком будешь ты я я не думаю что готов к этому но пока у тебя все хорошо получалось верно ладно поехали крис уходит на покой и у кого-то хватило средств построить такую штуку здесь везде символы него амбреллы будь осторожнее зная их можно ожидать любых сюрпризов вас понял так нам нужен что автомате нет ладно нервовичок короче все мысли озвучу в конце этой кампании поэтому поехали поэтому поехали играть напоминаю вам не навязчиво ставить лайки спать их стоять в конце просмотра или во время него соответственно для одни заставки то посмотри капитан так их тут сканировали их тут привязали хорошо че блять они постоянно печатают на эти компьютеры и ведь что-то понимают что там даже он даже не глядит что-то печатать думаю все готово открыто предупреждение они нас нашли нам надо идти так ну ладно они нас нашли а кто нам здесь может угрожать спасти шерри джейка а шерри лишь капитан можете определить местонахождение они какой-то исследователь лаборатории мы можем попасть туда с нижних этажей идем к ним шерри а я хочу а эшли это блять из четвертый человек ну какая шери блять я знать и не знаю я ведь и нигде не видел конечно ее перепутал ничего страшного абсолютно совершенно перепутала эшли шире там везде есть буква ш шахта поэтому что страшно в этом я не вижу абсолютно ничего страшного так патроны для пистолета мне на прижиме пирс на смотри территорию передо мной так там пулеметчик сейчас будут все понял здесь нужно будет по укрытиям прятаться значит нам нужен автоматик снайпе откуда у меня снайперская винтовка но хорошо так здесь мы не пройдем зачем сюда слез нам типа скорее всего нужно будет сюда чтобы пройти через вентилятор но это будет попозже когда мы обезвредим это когда мы обезвредим а сам вентилятор и турель который там стоит по вентиляционной шахте не пройти пока работает вентилятор попробую отключить его сверху так ладно вас понял мне чего прикрывать а все готово отключил ну поехали ай чё такое блять понял тебя направлять да что же это такое чудо блять чё ты как будто бы ладно хуй с ним не страшно ну я молодой у меня переходный возраст 17 лет там как раз самое время для прыщей для прочего так подожди нам нужен обычный автомат потому что снайперская винтовка здесь посмотрим что я тут найду жди моих приказаний вас понял так хочу там взрывается там кто-то с кем-то перестреливается так нам куда так а тут еще один вентилятор пирс тут еще один вентилятор вас понял дайте мне минутку блять он быстро крутится что быстро блин интересно это картинка такая просто картинка да я это не настоящий вентилятор это просто эта картинка которая гифка какая-то которая просто крутилась потихоньку ладно зачем запариться на вентилятор когда можно просто ставить картинку так подожди а мы уезжаем вниз а пирс чё с нами не пойдет поставить подачу энергии к лифту а мы к нему восстановим все я понял так а пацаны типа я по стелсу нет они меня вообще не видят для увидели хорошо хорошо но такие си конечно не внимательно почему у меня патронов нет разрывных снарядов нет серьезно почему так мне надо что-то выкинуть не явно давайте выкинем пистолет блин разрывные снаряды как бы хотелось бы план блять давайте я выкину пистоли они мне все равно не нужны в пизде хотя мы а нет подожди не пистолет подожди давайте выкинем 5 патронов для дробовика во во а эти возьмем так где у меня гранатомет перезаряди вот отлично вот так хорошо так я теперь путаюсь между снайперской винтовкой и обычной винтовкой как она выглядит вот это все черненькая это автомат пирс я восстановил подачу энергии к лифту вас понял скоро встретимся так мне пока чисто обороняться от кого а если я нажму ему в он может быть нет я я блять час нажму он где-то там залипнет нахуй на втором этаже и не приедет сюда затупит начнет биться в стену и просто не поедет бля ну чё ты там пирс давай быстрее ты такой медленный пиздец ты даже метров в секунду не проходишь что ты такой медленно что-то толкает out стреляется стреляет бежит стреляет стоит бежит стреляет бежит стреляет бежит сюда полу дурак блять оклад давайте ему нажму мне ему чисто похуй вообще так отпустись мне может на а мне он серьезно блять ай пирс я в лифте направляюсь к тебе я думал я надо его подождать пока он приедет ко мне блять это же логично подождать пока он приедет для камера что ты делаешь поехали пирс а у иди сюда блять все поехали то есть я его там оставил он стоял стрелял а бегал чё это за стрелял какой-то тракурс камеры ебанутые поехали я реально думал как бы я вам питание запустил типа езжай там как бы кнопки лифта горели красным у меня вообще не думал что их нужно нажимать бля вырываются собаки акулы какие-то ебать урок так нужен дробовик конечно где мы блять кажется сложно теперь стало с оружием вот дробовик на нахуй на нахуй тихо блять тихо нахуй так патрошки пошли ой мне прям дают эти как да что ж ты будешь делать мне прям дают гранатометные патроны это очень хорошо так кто там для выкинул патрон для другой к я тебе пользуюсь дробовиком так забираю так флешка мне нахуй не сдалась не чё ты добивать его хочешь резиновый какой-то у него поехали иди нахуй и ты тоже нахуй бля пацаны заходите вот сейчас взорвется спасибо спасибо большое спасибо он взорвал своих здорово до свидания короче не надо ждать их превращения лучше просто настрелять им в голову так будет гораздо быстрее и логично так гранатомет прям дают и дают отлично чё такое азотный снаряд так кислотный азотный это похоже азотный скорее всего они как-то их замораживают кислотный ему уже выяснить что хуэта лютая поэтому подбирать кислотный патрон я даже не буду разрывные есть уже это что такое было ебать серьезно у тебя гранатомет не ходи за мной а чё такое блин он должен был подойти к своему драгану и ебануть его так у меня перебор по автоматической этому но из нее нет как ее из нее невыгодно стрелять очень много патронов уходит вот видишь лифт же красный каким хуйня должен был догадаться что не нужно подойти обычно должно гореть зеленым как бы подразумевает нажимай это меня игра запутал это причем так это какое-то ядро уже откуда не знают куда бежать типа они просто куда-то бегут куда можно чем они думают что это приведет так именно туда активирован шлюз идет соединение с следующим блоком пожалуйста дождитесь окончания соединения ты чё а я думал отключил так ладно пошли короче клоны бля минуту отстреливаться ладно привет незнакомец не любуюся а да да это я вернее была я считает моим прощальным подарком если добрался сюда значит ты из а п б т впрочем это не имеет значения но ты не остановишь задуманные мной и никто не остановит одна ракета этот мир изменится навсегда он станет новым эдемом для моего последнего и величайшего творения его дом будет среди петла сгоревших городов он будет владеть всем что сохранится после падения и станет править как король новой эпохи что-то мне подсказывает что это творение не пушистая зверушка пирс ты можешь связаться со штабом нет для этого надо подняться наверх значит мы сами по себе я бегаю вокруг ну хорошо давай вытащим отсюда джейка и шерри вперед есть я бегаю по кругу потому что не вижу смысла делать что-то другое и слишком много соперников слишком много противников и стрелять их просто никакого смысла как только закончится таймер мы просто забежим в дверь и все да и с другой стороны я не мог стреляться потому что шоу этот монолог а я бы не надо было его читать а так я на автомате просто бегаю по кругу и заеду но интересно зачем тратить патрон здесь у нас слишком много вот этого можно ебать да ты дурак что-то глаза зеленые красный до этого были все поехали пирс все готово соединение завершено и а вот я ясно и еще полторы побегу пожалуйста дождитесь выравнивая давление не допускай его к рычагу нам и так хватает врагов дьявол они не уймутся кого к рычагу не пирс откуда вы тут беретесь лусари разные одни с красными глазами другие зеленые пирс там меня стайпер целиться можешь его ебнуть пожалуйста да ладно серьезно я жесткая не убивается на улице пошел здоровых было как минимум два их почему-то теперь один все-таки пирс откуда вы берете хилбану а не сверху пирс бля закрой там дыру откуда они лезут да смысл ты блять жевались ладно и не буду тратить на первых да я не могу у него попасть на пирс пошли там все уже 7 секунд куда повезло тебе повезло я не попал давление выровнено процедура соединения завершена открываю запор поехали пирс все идемте капитан да давай быстрее пирс меча сударь а это меня ладно пирс давай быстрее пирс давай быстрей до пирс ты заебал бляда шевели сюда собака вот ты падла были достаньте на а спасибо а это не помочь кучу бля серьезный придется всех убивать да не попадаю я у меня город и ни одной ой пирс давай быстрее так королевские очки поехали пирс давай быстрее в меня целятся ёбаный свет просто сэкономили кучу патронов сейчас миллион патронов сэкономили о крис рад видеть что с тобой все хорошо погоди ты нас освободил что же вы снова приходите на помощь и похож на своего отца постой ты знал ты так ты его знал я да знал и именно я его убил так это был ты именно возьми своего щенка на поводок это касается только нас двоих ну давай стреляй имеешь полное право но сначала пообещай что выживешь от этого зависит судьба мира так кто ты такой чтобы указывать мне брось оружие сейчас же скажи это у тебя был приказ или личные счеты и то и другое джек стоп ну мимо стрельнул на карту поставлено нечто большее чем ты и я нам надо идти я знаю а чё то я не понял прикола если он пытается ребята я думаю что это какой-то лифт вон там есть еще один давайте выбираться отсюда я чё то не понимаю претензии типа если он знает что его отец был пиздец какой мудак что он хотел тут заебашить весь мир хотел из всех сделать зомбарей там упырей каких-то этих еще ублюдков при этом он я так понимаю хочет все это исправить то почему он на криса наезжает что крис его убил чё то я не понимаю этого так симуляция выпуска хаоса заражение 20 60 заражение 100 так ну это плагуинг пошел какой-то жесткий это вот это выпустят чё это за дьявольщина это конец света если мы его не остановим значит если этот гигантский кокон вылупится то у нас будут неприятности ага небольшие надо выбраться отсюда и предупредить штаб бля уровень на лифте а этих тут а вон они знаете мне кажется вы не должны так к этому относиться уэскер получил по заслугам вы поступили правильно вы спасли наш мир он был его отцом парень имеет право узнать это что ж могу сказать одно работая с вами по приключениям не соскучишься кто с кем разговаривает извини я знаю что быть когда мы веришься отсюда все изменится кто говорит послушай джей избавь меня от лекций ладно нам надо найти выход отсюда я не пытаюсь когда все закончится поговорить с крисом и не под дулом пистолета ладно это моя проблема а не твоя кроме того я сейчас не настроен думать о моем подонке отце разберусь с этим когда и если мы выберемся отсюда а такой у этот уровень уже был по-моему в каком то подожди так в этом же за леона и хелену в предыдущей главе мы тоже в каком то лифте постоянно поднимались наверх или это было в пятой части нет по моему в этой ну смотри он говорит подонок отец так в чем блять претензии в чем проблема ну завалил он упыря ну и что блять а ты что на него наезжаешь он блять весь мир спас он сделал миру лучше ой патроны для дробиша кончились я их подбирал подбирал блять они кончились я сейчас подобрал патрон для пистолета да ну ладно так ну давайте винтовку использовать тогда вот сто восемьдесят один патрон а мне им не надо помогать да они сами блять сколько ехать потрачу хилочек маленько у тебя блесты блять взрывчатки иди наху ничего не мог затем поделать а как они этот кокон собирается выкинуть с воздуха. Он же весит, наверное, ебать сколько. Это ж нужно какую-то, я не знаю, что это ж за ракета такая его донесёт. Или они его выпустят в море, и он там, типа, расплодится. Ну, очередная большая ебала, блядь, чей. Осторожно! Этот на человека похож. На большого такого, очень большого человека. Так, окей, Крис! Не останавливайся! Дальше действуем и идём. Погоди! Тебе надо закончить дело. Какое дело? Так, ну, теперь эта хуйня будет за нами гнаться, понятно. Это тоже было в предыдущей главе? Чё это такое, блядь? Так, удерживайте рывок. А скользить-то куда? А, эти приколы с камерой, блядь, непонятные. Ладно, беги. Скорее, он утащит нас вниз! Капитан, сюда! Капитан, сюда! Бля, камера, можно так не делать, пожалуйста. А ты сам, как оно, как залезешь? Поднимай меня! Почему этот монстр такой тупой? Почему он не ударит туда, где они уже стоят? Нахуй бить туда, где их нет. Чёрт! Стрелять в него? Серьёзно? А, спасибо за нож, кстати. Так, подожди, где мой гранатомир? Дай мне сюда. Да нахуй, идём! Я ж нельзя подорвал патрон для гранатомир... Да, блядь, камера, прекрати! Просто каждый раз, когда он бежит, нужно в другую сторону кнопки нажимать. Каждый раз из-за камеры, короче, меняется направление моего нажатия. То вправо надо, то влево, то назад, то вперёд, блядь. Не, ну монстр явно ебанутый. Он тупой. Он просто не может ударить сразу туда. Похоже, Ада с самого начала планировала выпустить эту тварь. Боже, ракеты были только отвлекающим манёвром. Ну забирай меня! Ну, эту хуйню по-любому надо как-то взрывать или чё-то с ней делать, потому что если оставить её просто в мокеане, блядь, она всплывёт. Так, ладненько. Блин, нахуй. Спасай меня, ёбану! А, нет, не надо. В смысле второй раз? Да, в смысле третий раз? Нам нельзя было вместе с Шерри и Джейком сбежать просто. Пусть бы ползла ёбану, либо сюда какой-нибудь, я не знаю, ядерной ракеты. Ну, сюда же по-любому надо со штабом связываться и говорить, чтобы они-то взорвали нахуй. Это нельзя оставлять... А, я думал, это ракеты. Это нельзя оставлять просто так. Но у меня, типа, есть этот, как его, грамотомёт, мне помню. У него сердце, мой, там, внутри надглёжный. Расправьтесь с гигантским БОО. Так, а нужно будет уворачиваться, да? Бля, не попал. Попал. Открывай сердце своё для меня! Хэ, открывай, я тебе туда в деды. Да, в смысле, не мотай головой! Ну, поворачиваться. Так, перезаряди. Напробел всё, я помню. На нахуй. На нахуй. А можешь сердце открыть, пожалуйста? Открой сердечко своё. Чёрт, эта штука никак не подохнет. А должна. Нельзя, чтобы она вырвалась на волю. Так, я сейчас увернулся? Не знаю. Опа! Меня не снимают кпшку, значит, не уворачиваются. Всё? Так, подожди, если мы под водой, нам пизда. Это уже сейчас просто затопит, нахер. Ну, по-любому, ещё выживет, потому что, чё, блядь, восемь выстрелов из гранатомёта, и такая хуйня большая помрёт, я не верю. Это бесконечная битва с боссом сейчас будет до конца игры. Ты в порядке? Бывало и получше. Ну, естественно, всплывёт, но по-другому никак. Надо заказывать удар сверху. Надо заказывать огромный верховой удар. Так, патрон для... Дай. Где мои? Так, автомат чёрный, да. Ну, естественно. Сукин сын! А он, типа, идеальный пловец, да? Капитан, у нас нет времени, нужно идти! Да, блядь. Капитан, я не могу здесь пройти! Стреляй в него! Кого? Куда? Да блядь, ещё происходит. Ты чё меня закрыл-то, пирс, охуел? Бля, опять вот эта хуйня началась, да? А, я не мог пробежать вперёд, потому что, как бы, меня не пускала рука. Капитан, мы от времени, надо идти! Ну ладно, окей. Здесь постепенно закрывается перебор, может быть. У меня шатает, и мы можем пойти вперёд. Так, ладно, он убрал. Чё такое-то, алло? Алло! Я не собираюсь здесь погибнуть, чёрт меня дери. Всё окей, на правую кнопку надо скользить. Короче, похуй на Криса, помрёт сам виноват. Ой, не на Криса, а на этого, на пирса. Для пирса Криса, конечно. Давай, счастливо! Скорее, я не удержу! Нажимай усиленно. Блядь, ползи быстрее, придурок! Не удержу, слабает позвоночник! Спасибо, капитан! Блин, тратить, короче, гарантомет... Да, от другой стороны, куда этот гарантомет ещё тратить, блин? Давайте натурим. Мы здесь, как на ладони! Вы правы, надо идти! Да не оборажь, что ты делаешь-то, ёб твою мать! Не, экшн-сцены с камерой, это вообще жесть. Я нажимаю вперёд, он, блядь, меня утаскивает куда-то в стену. Отруби ему голову, нахуй, этой дверью! Блядь, его ещё и руку отрубило! Пиздец, блядь! А это что за хуйня? Это антидот или это этот как его? Или это последняя модификация вируса, я что-то не помню. Чё мне делать, смотреть? Он вколет в себя, чтобы помахаться со здоровым и спасти Криса. Так, ладно, ему отрубили его тинтак, эти ебаные. Дальше что? Дальше бегу, всё, я понял. Давай, пирс, спасибо, пока. Обнажим перепад давления, герметизируй все двери. Восстанавливаю давление до нормального уровня. Так, а мне что делать? Бля, красавчик. Какой хуй блатной, смотри. Еба. Чё, нормально? Обнажим перепад давления, герметизируй все двери. Чё мне делать? Не было кнопки нажать. Начинаю снижение давления. Но это надо пирсу оставить раз на раз. Пирс, сражайся. Ты должен себя контролировать. Пусть сражаетесь. Или мне пострелять не надо. Типа на всякий пожарный. На нахуй. Пожалуйста, дождитесь окончания снижения давления. Иди сражайся, ёбаный мутант, блядь. Ты зачем нахуй всех колол, чтобы стоять? Сиськи мятни, что ли? Я и без тебя могу поставить здесь сиськи помятни. Пусть сражайся. Чё-то, по-моему, мои выстрелы ему вообще похуй абсолютно. Он даже никак не реагирует на то, что я в него попадаю. Патронов, между прочим, уже нет. Ну, первый раз среагировал. Всё, патронов нет. А есть другие? Нет. Так, ладно, дробовик не пойдёт. О, пистолет. Заебись, у меня же 500 патронов нет. Завалим главного злодея с пистолета. Почему нет? Ну, с пистолета ему хоть чё-то прилетает. Всё, я его пизда с пистолета зарубил. На нахуй. Так, он сейчас будет ползти и взрываться. Чё-то типа того. Нет? Так, это у меня тратит энергию. Подожди. Он всё время возвращается снова. Надо убить его, пока он в кохоне. А как я, блядь, убью его, пока он в кохоне. Надо по почкам нахуярить. Ну, блядь. Да сколько там твой давление-то будет снижаться, алё, блядь. Ты можешь быстрее его снизить, заебалка. Чё за ёбаная система, нормально давление не может снизиться. А как я буду хуярить его, пока он в кохоне, если у меня ни гранат ни хуя нету? Давай только не хохонизируй там сверху. Всё, патроны кончаются. Оружие. Так, срочно, самое мощное оружие. Дробовик, поехали. Всё? Это наш шанс, огонь! Так, автомат, срочно. Зачем ты его от меня отбрасываешь? Бля, пиздец, всё, все патроны закончатся. Он коконизируется сверху, сука, это нечестно! Пирс, стреляй, блядь! У меня заканчиваются все патроны. Мне нечем его будет убивать. Всё, патроны кончились, пизда. У меня только нож получается. Ой, тут что-то разбить можно. Ага, спасибо. Спасибо за патроны и пистолет, для этого очень нужен был. Так, где он был? Так, ему надо яички эти сбивать. Да давай быстрей, блядь! А, спасибо за патроны. Есть. Что ты, блядь, коверкаешься? Стреляй, падла! Ой, блядь, ские патроны, нахуй. Так, что ведь теперь зарядка-то, ёбаный рот! А, его зарезать? Нет, конечно. Главное у босса всегда же над ножом, что ярке и забыл. Так, ладно, перезарядочка. Значит, давайте всё перезарядим, что у нас есть. Чтоб потом не оказаться в ситуации, когда нечем стрелять. Так, снайперская вековка где? Ну, он в коконии опять. Сука, всего пять патронов, это очень мало. Короче, тут по всей арене, судя по всему, разбросаны патроны, просто их надо собирать. Хорошо. Так, отлично, где, блядь? А чё, реально не засчитывало всё это время, когда я хуярил его с этого? С пистолета, когда он так был. Так, всё, мне не меняется оружие, значит, заставка. Нет, нихуя. Видишь, как неудобно, когда нет просто кнопки для того, чтобы выбрать конкретное оружие. Постоянно приходится вот этого спроматывать, если битло я достал из битло. Я не знаю, он получил суперспособности, но толку, блядь, от них ноль совершенно. Так, не попал, ладно, чё у меня ещё есть? О, заебись. Ну, третий раз-то хватит, нет? Да, хватит. Да, хватит. Я же к нему ползу, проект? Хе, или мне от него надо ползти? Это чё такое? Какие-то новые интерфейсы. Бирс, давай же, оставайся со мной. Ты выкарабкаешься? Простите, капитан. Я сделал это ради АПБТ. Ради будущего. Я знаю, ты поступил правильно. Я не хочу этого слышать. Мы оба выберемся отсюда, ясно? Пошли. А куда оно потачит ему пиздец? Идём. Или у всех вот этих вот зомби-злодеев... Снижение давления завершено... Да неужели, блядь, завершено у них снижение давления, нахуй? Я вытащу тебя, Пирс. Ты меня слышишь? Трава, блядь. Нам ещё одна перестрелка предстоит. У меня патронов больше нет. Он типа может быть добрым был изначально, поэтому просто будут учёные там исследовать, искать противоядие. Внимание, инфраструктура комплекса повреждена. Я не могу компенсировать давление воды. Всему персоналу предлагается немедленно приступить к эвакуации. Так, ну вот эта хуйня начинает вырываться. Назад, капитан! Спасибо. Внимание, инфраструктура комплекса повреждена... Ну вот это понятно, ну вот это понятно. Ей пизда. Где я? А, всё, вон вижу. Я сверху бегу. Так, патронов нет, патронов нет. Патроны есть, вот сюда возьмём. Давай, пирс, разъёбывай! Спасибо. Я драться ни с кем не буду, а то сейчас опять начнётся. Нет! Нет! Опять, блядь, куда-нибудь упадём. Пирс, давай быстрей. Бля, мог бы, короче, маску просто сразу ещё этот кокос захуярить. Ебаная камера, блядь. Просто поворачивается вообще невозможными углами. Пирс! Вот дрянь. Вперёд! Нет, ты справишься! Мы почти на месте! Спасательные капсулы! Видишь? Мы практически выбрались. Глядь, сейчас рука отдельно сживёт, да? И будет с ним драться. Давай, вперёд! Ну вот, Пирс, мы почти справились. Ну, рука явно что-то задумала, не просто так нам её показали. Нет, ну вот он сам задумал. Пирс! Нет, не делай этого! Чёрт возьми, послушай меня! Да чёрт тебя дери, слушай меня! Мы ещё можем выбраться вдвоём! Ещё есть время! Что ты делаешь? Нет, Пирс, нет! Ты сможешь спастись! Проклятие, Пирс! Открой, это чёртова дверь, это приказ! Нет! Короче, он решил, что просто здесь помрёт, не хочет жить такой же. Это, типа, был бы грустный, сопливый момент, если бы он был хоть кто-то для этой вселенной. Но по факту это... Да я ж тебя захуярил, чертила! Но по факту он же просто, блядь, с нами побегал 3 часа и... Ну, хуй его знает. Ну да, он его бы жив... И нынешний, короче, этот... Подчинённый, ну, такой всё. Пирс-то, получается, нас кинул, собака? Не, не кинул. Он бы мог поплыть с нами и захуярить этого чувака. Я вот не понимаю, вот, а чё они спасли? Вот, ну, как бы они это... Вот это оружие биологическое разъебали, как бы взорвали. Но ведь он на куски разлетелся. А это же, получается, вирус вышел в открытый океан, в открытое море. И вот сейчас рыбка сожрёт, я не знаю, на планктон оно сядет. И всё, и пиздец, человек выловит рыбу, сожрёт рыбу. Ну, и начинается, и как бы всё, как бы, да. Чё-то это как-то всё сделано, не знаю, как будто, блядь, как только его убиваешь, что он сразу перестаёт вредить. А чё такое АПБТ? Нам вначале вообще об этом говорили, нет? А эти, кстати, спаслись. Нам не показали, как они съёбали. А, типа это, наверное, должны показать в другой главе. Нет, смотри-ка, уложились. Уложились, ладно. Так, ну тут как бы после титров должна быть сцена, правильно? Как и после первой кампании. Давайте я её дождусь. А потом, собственно, уже все эти, как вы, все мысли. Просто эти ёбаные титры полтора часа будут идти. Десять минут непропускаемой заставки этой титров. Десять минут! Я, блядь, сидел, ждал, пока они пройдут. Просто пиздец. Жрёт стейк, сидит. Жирный такой, огромный стейк. Таким стейком обожраться можно два раза. Опять на задание, зовут новый. Капитан. У нас новый приказ. Да дайте, блядь, человеку пожить, пожрать спокойно. Ну что ж. Значит, пора двигаться. Есть, сэр. Ничего, блядь, жизнь не учит. Столько народу положил, столько народу проебал. И с ним до сих пор кто-то хочет иметь дело и общаться. Пиздец просто. Блядь, зачем? Но вы же понимаете, что он вообще, ну, он такой... Ебать, ранг, эс? Окей, ладно. Окей, ладно. Закончить игру. Вот, собственно, и все. Короче, мне, вот по сумме двух глав, по сумме двух глав, эта игра не понравилась вообще. Она скучная. В ней очень мало сюжета. В ней отвратительная камера. Вот просто прям невозможно. Возможно, если бы я играл на джойстике, то как бы, наверное... Я не знаю, не уверен. Но, блядь, отвратительная камера. Здесь нет горячих клавиш для оружия управления. Короче, эта игра мне не понравилась вообще, в принципе, полностью. В ней нет ничего, что мне понравилось. Абсолютно. Она просто проигрывает даже пятой части, ну, очень сильно. Я же не говорю про остальные. Если бы эта игра была каким-то, я не знаю, спин-оффом, каким-то отведетвлением, просто как каким-то кооперативным отдельной игрой, которую я бы даже трогать не стал. Я бы ничего плохого не сказал. Но, блядь, это номерная часть, основная часть основной серии. И как основная часть основной серии, это очень плохая игра. Именно как резидент, это прям отвратительная игра. Извиняйте меня все фанаты, которым нравится... А я видел таких! Я видел таких в комментариях, которым прям нравится эта игра больше всех. Нет, по мне она просто полная хрень. Вот. Мы на этом закончим. Я проходить остальные две главы не буду, даже через перерыв. У меня были такие мысли пройти две главы, потом сделать перерыв, потом допройти две главы. Потому что оно того не стоит. Меня вообще в эту игру не тянет. Ну, меня даже не то, что не тянет, а меня отталкивает от себя, блядь. Вот. Короче. Не знаю, что там за Джейка и... За Джейка и ту девчонку. Как ее зовут, блядь? Шерри. Не знаю, что там по сюжету, но по ходу дела они будут сначала бегать, блядь, в Китае, потом бегать на подводной лодке. И в этом, собственно, вся соль их игры. Вот. Не абсолютно неинтересно. За Аду Вонг, короче, проспойлерили в комментариях, походу про это... Пронюхали момент, что я не буду проходить, скорее всего. Решили написать там, в чем, собственно, смысл. Поэтому все, кому интересно, соответственно, в чем соль главы за Ады Вонг и в чем вообще тут соль про Аду Вонг, вы можете видео сейчас выключить, потому что дальше я скажу спойлер и, собственно, закончу видео, там больше ничего не будет. А для всех, кто остался, я предупредил, что будут спойлеры. Короче, написали в комментариях, что Ада Вонг, которую убили, Ада Вонг, которая занимается полной хуйней, это клон Ады Вонг, это не настоящая Ада Вонг. Типа, как ты мог не заметить, что она в разной одежде? Ебать! Серьезно, я должен замечать, блядь, где она, в какой одежде? Я смотрю на лицо, мне похуй, во что она одета, как я должен был это замечать, блядь, ну пиздос просто. Короче, я так понимаю, у нас настоящая Ада Вонг жива, клона захуярили, и во время прохождения Ады Вонг нам как раз все это, типа, объяснят, разъяснят и соберут как-то в одну эту кучу. Но ради этого, блядь, да даже нет, даже нет. Короче, ссылка на пол-лист в описании под видео, подписывайтесь на канал, на паблик, на телеграм, комментируйте, ставьте лайки, не забывайте про колокольчик, ставьте там все уведомления. И всем приветствующий игрушечек, ребятушки, всем пока! Раньше здесь был мат Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова